Популярные, допустим, в России темы ремнем, значит, у меня вон там, типа у отца висит ремень, на стене он берет ремень и бьет. Здесь за это отца посадят в тюрьму, он в реальный срок будет сидеть. Это считается... Вот сочувствуешь вам, желаешь освобождения от гнета, а потом послушаешь про отношения, про Басаевых, и понимаешь, что хорошо, что есть кадыров, которые давят таких, как вы. Сергей Иванов, а как быстро у вас меняется вот эта ваша риторика, ваше благоразумие? Неужели просто отношение к человеку может поменять ваше мировоззрение? В конце-то концов, это наши взаимоотношения внутри нашего народа. Мы не будем подстраиваться под вас и менять свои внутренние отношения. Конечно, мы не будем. Конечно, мы не поменяем свое отношение к людям. Вы должны разделять между событиями, какими-то действиями, и отношениями людей, которые это совершили. Какой-то человек может по ошибке совершить преступление. Этот сам человек может быть оправдан, или он может, допустим, понести наказание, скажем, отсидел в тюрьме, вышел, и все. Никаких вопросов к нему больше нет. Но от этого сам поступок, который он совершил, он-то оправданным не станет. Человек отсидел, свое наказание понес, допустим, вышел, все, он чист. Он обычный, хороший человек. Но это действие, которое он совершил, оно-то от этого не стало теперь дозволенным и правильным. Все типа. Если он совершит еще раз такое, он опять как бы залетит. Поэтому мы должны разделять между действиями, которые мы осуждаем, и отношением к конкретным людям. А так, да, если вы считаете, что наше отношение к ним заслуживает того, чтобы теперь у нас, над нами был такой, как Кадыров, над нами издевался, наш народ геноцидил. Ну ладно, тогда добро пожаловать. Мы знаем точно так же о огромном количестве россиян, от которых хорошее отношение к Сталину, к Берии и к прочим душегубам. Как вы считаете, мы теперь должны из-за этого желать всем вам второго Сталина, второго ГУЛАГа? В том, что можно сказать по поводу конфликта в Карачаево-Черкесии, да, я оценку, кто прав, кто миновал. Кстати, по поводу Карачаева-Черкесии здесь, видимо, идет речь о убийстве туриста. И сейчас очень много обсуждений на эту тему. Даже какие-то петиции есть созданы, чтобы этого парня признали, ну, признали это самообороной. Понятно, что это абсолютно бесполезные действия, и, конечно, его не признают оборонявшимся, так как есть... Ну, смотрите, вот эта вот философия, что, значит, они там стояли и в неположенном месте, значит, справляли свою нужду, и поэтому к ним подъехали, значит, и сделали им замечание. Нам эта философия очень понятна. То есть у нас не возникает вообще никаких вопросов, потому что любой из нас бы так поступил, да. Но там она непонятна. Для российской правоохранительной системы это абсолютно непонятная философия. Поэтому здесь есть для них... Там все предельно ясно. Какие-то люди остановились, стоят, никому не мешают. К ним подъезжают люди, до них докапываются. Возникает конфликт, и в этом конфликте один, значит, достает нож и наносит удар этим ножом, понимаете. Для них это выглядит именно так. То есть здесь нет вообще вот этот вот вопрос того, что они там где-то остановились, чтобы справить нужду. Он вообще даже не стоит в их понимании, что это там, типа, неправильно или правильно. Вообще об этом не говорят. Поэтому это, я думаю, абсолютно бесполезная тема. Вообще сам этот инцидент, он, конечно, очень нехорошо скажется в целом на туристической привлекательности Карачаевой Черкесии. Лучше бы, конечно, этого инцидента там не происходило. Очень плохо, что он там произошел. От этого никто не выиграет, на самом деле. Это наш брат мусульманский, чёрт, делайте. Ну, а в этом, конечно, нет сомнений. За него нужно делать дуа. Он, по-моему, до сих пор в бегах находится, насколько я знаю. Его не задержали, если, конечно, вот сегодня его не задержали. Но если его задержат, я имею в виду там, ну, рассчитывать на то, что это будет признана самообороной, не стоит, не приходится. Так как всё там против него, на самом деле. Чтобы это, даже элементарно, если бы это произошло где-то при других условиях, чтобы это было признано самообороной, там должно, то есть вот эта ситуация с нападением на него, она должна угрожать его жизни, чтобы он воспользовался ножом. Там ответ, понимаете? То есть там, ну, это вот как, помните, с Алхановым была ситуация. Мы все с вами понимаем, что Алханов, как бы, я говорю про Алханова, который, помните, сбежал в Астрахани из психушки, потом его снова поймали. Мы все с вами прекрасно, конечно, понимали, да, что Алханов, он не виноват, что он в этой ситуации прав. Но, представьте, если бы мы создавали петицию, типа, оставьте Алханова, не ловите его, не разыскивайте его, ну, это бы примерно было бы то же самое. Понятно, что для российской правонарушительной системы там, ну, это бесполезно. Можешь прокомментировать, если ты видел видео по ситуации в Швеции, где говорится о том, что у одной сирийской семьи социальные службы забрали пятерых детей. Я не видел это видео, но вполне возможно, здесь, здесь бывают, такие случаи здесь вообще как бы частые, не такие частые, как в Норвегии, конечно, потому что Норвегия в основном славится вот этой ювенальной юстицией, очень жесткой. В Швеции полегче с этой темой, но таких прецедентов как бы немало. А вот количество детей, вы должны понимать, что если, например, в семье пятеро детей, семеро детей, пятнадцать детей, неважно, сколько бы их ни было, если эта служба узнает о том, что, допустим, родитель избил одного ребенка, применил к нему там силу, то они не заберут этого одного ребенка, понимаете, они заберут всех пятерых, семерых, пятнадцать, неважно, всех несовершеннолетних детей, то есть до восемнадцати лет, они все будут у них изъяты. Потому что они как бы на это смотрят человек. То есть это преступление, надо понимать. Для Швеции это преступление. Насилие в отношении ребенка. Насилие, это понимается любое применение силы. Вот эти вот популярные, допустим, в России темы, ремнем, значит, у меня вот там, типа у отца висит ремень на стене, он берет ремень и бьет. Здесь за это отца посадят в тюрьму. Он реальный срок будет сидеть. Ведь это считается насилием. И эти службы это воспринимают, если он одного, допустим, побил, значит, он и остальных, он опасен. Разумеется, забирает всех детей. Поэтому, когда говорят, там, забрали пятерых, это не значит, что они там, вот, всех, по каждому у них какой-то кейс. Нет, просто они по одному что-то было, все, всех детей забрали. Это распространенная, как бы, вещь. Здесь, в скандинавских странах, никто подобному не удивляется. Ну, люди, приезжая сюда, должны как-то подстраиваться под эти темы. Здесь себе никто не позволит, короче, применять свои правила воспитания детей, которые ты привык применять там у себя на родине. Поэтому, если кто-то семейный с маленькими детьми собирается переселяться, то ему нужно хорошенько подумать, прежде чем выбрать для себя Швецию, Норвегию или Финляндию. Ему стоит хорошенько подумать. Не заберут ли у него детей? Как он воспитывает своих детей? В общем, это очень такой серьезный момент, который я рекомендую поставить в углове угла и хорошенько на эту тему поразмышлять. Столкнувшись один раз с этой проблемой, вы уже потом будете постоянно под наблюдением. Короче, это очень сложно, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok